На новенькой спортплощадке собрались жители 80-го дома по улице Кудряшова. Их ТОСу «Уютный двор» нет еще и двух лет. Его участники активно исполоченные. Решили преобразить свой двор, приняв участие в программе местной инициативы. У нас ничего не было во дворе для детей подросткового возраста. И поэтому нам хотелось, как бы мы были нацелены на эту возрастную группу. И в сотрудничестве с 21 веком мы создали проект и приняли участие в конкурсе. Они задавали документы в самый первый день. Ну и все сложилось удачно. Нам удалось выиграть этот грант. И спасибо большое жителям дома, которые оказали все-таки поддержку в софинансировании. Потому что мы в софинансировании заявляли максимально возможную цифру 6% от стоимости гранта. Сумма гранта – более 1 миллиона рублей. По проекту здесь были установлены воркаут-элементы, тренажеры, стол для настольного тенниса, а также лавочки, урны и информационный стенд. ТОСовцы уверены, их дом и двор в округе самые красивые. Хотят облагораживать их и дальше. В планах обустроить игровой уголок для самых маленьких. А пока что наслаждаются проделанной работой вместе с молодежью. Я сама вела физкультуру в Ивановском государственном университете. Сейчас на пенсии. И соскучилась по тренажерам. И по правде говоря, очень и очень рада, что эти тренажеры сделали нам. Уже пробовала, занималась на них. Все очень хорошо, очень довольна. У меня здесь выросла дочка, пятеро внуков. Ну, правнуки будут теперь заниматься. Всего по программе «Место инициативы» в Иванове удалось сделать 83 объекта. На этот год запланировали воплотить 31 проект на общую сумму порядка 36 миллионов рублей. Радует, что нам удалось все конкурсные процедуры провести. Везде подрядчики одобрены. Вроде бы от намерения своих не отказываются исполнить контракт. Я надеюсь, что мы каждую неделю теперь сможем по одному объекту уже вводить. И, соответственно, показывать жителям. И люди увидят свой преображенный двор, карманный парк или спортивную площадку. В этом году в городе планируют благоустроить 18 детских площадок во дворах, 5 спортообъектов, 2 аллеи, 2 карманных парка и еще 3 дороги. Кроме этого продолжится благоустройство сквера Суворовский. Алина Марчева, Дени Железов, телекомпания БАРС.